Сегодня у нас в гостях министр спорта Республики Хакасия Владимир Кретов. Владимир Константинович, добрый вечер. Здравствуйте. Как у нас завершился прошлый год? Я понимаю, что спорт, наверное, все-таки в глазах наших обывательских оценивается все-таки результатами. Эффективный оказался в плане результатов для нас 2019 год. Год завершили, наверное, все-таки хорошо. Это без всякого хвостоства, я могу сказать. Во-первых, даже то количество спортивных мероприятий, которые мы провели по разным группам, по массовке, по спорту, по тренировочным мероприятиям, это процентов на 10-20 больше, чем в 2018 году. По количеству участников, которые в разных видах спорта соревновались, по памяти 41 с лишним тысячи. Это по всей Хакасии? Да, да. Это в наших мероприятиях, которые прошли свыше 41 тысячи. А в 2018 году было по памяти тоже 37-38 тысяч. Это все-таки... Это человекоучастие, наверное, так? А это тренд такой, что все больше и больше людей все-таки приобщаются к здоровому образу жизни? Или это все-таки такие результаты... Тренд вкупе с результатами работы чиновников? Да нет, но чиновники здесь скорее помогают понять значимость физической культуры. Наверное, все-таки это тренд. Потому что особенно... Вот у нас в Абакане, когда появилась первая группа любителей бега, которые стали платить деньги за то, что их обучают правильно бегать, а я тренер по легкой атлетике, ну, я был в шоке, если честно говоря. Платить за то, что ты и так вроде бы умеешь делать. Ну, казалось бы, беги и беги. Умеет бегать, ходить, но их учат там правильным движением. Достаточно умение раскладывать силы по дистанции. И готовит из них за достаточно короткий срок к таким длинным пробегам, как полумарафон и даже марафон. Если говорить о тренде, о том, что сейчас здоровый образ жизни у нас в фаворе, и люди с удовольствием идут заниматься физическими нагрузками и спортом, соответственно, и правительство Республики, и правительство России, оно должно вторить этим трендом. У нас как-то, как с этим стоят дела? То есть мы чем подогреваем интерес людей или поощряем, скажем так, их увлечение? Ну, одна из главных наших задач – это проведение спортивно-массовых мероприятий. Вот у нас календарь делится на две части. Календарь, так сказать, первая часть – это как раз те массовые, различные физкультурно-оздоровительные мероприятия. И вторая часть календаря – это уже сами спортивные. То есть чемпионаты Хакасии, переноса Хакасии, периодом спорта, тренировочные мероприятия, командирование на различные соревнования. То есть это создание как можно большего количества мероприятий? Да. По первому разделу у нас это, например, различные фестивали по ГТО, различного вида спартакиады. Например, спартакиада малых сел, которые в прошлом году проводили в Шара. В фестивале футбола, Кэтбаскет вот недавно прошел у нас. Кэтбаскет, который я федеральный понял, да? Ну, еще много различных мероприятий. Я сейчас даже все не могу вспомнить их. Ну, в частности, пытаемся в этом году возродить бег на длинную дистанцию, который раньше когда-то у нас проходил в Хакасии. Идут те самые полумарафоны? Да. Ну, полумарафон трудно по городу проводить, потому что нужно будет перекрывать улицы. Но, тем не менее, 2 или 3 мая мы будем проводить пробег на дистанцию 8 километров. Предполагаем, что старт будет дан с Первомайской площади в сторону зоны отдыха, круг по зоне отдыха и обратно по проспекту Ленина до Черногорского парка, Парк Победы, и обратно на площадь. То есть дистанция 8 километров. Поэтому, вот приглашая всех любителей бега на это мероприятие, каждому будет дана медаль финишера, памятный номер. То есть мероприятие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого, знаю, что вот тот самый клуб любителей бега будет в июле, по-моему, проводить в Хакасии, в Абакане. У нас здесь полумарафон. Тот, который давным-давно у нас не проходил. Как и любой другой субъект, мы развиваем все-таки спорт и физическую культуру в районах. У нас в этом году, можно сказать, что бум какой-то на строительство площадок, полей и так далее, фоков разных. Или все-таки это такая поступательная работа, каждый год мы определенную норму выполняем? Ну, мы участвуем в министерстве спорта, участвуем в двух программах федеральных. Это федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 2016-2020 год. И федеральный проект «Спорт. Норма жизни». По обеим этим проектам нам выделяются субсидии. Субсидии денежные на приобретение спортивного инвентаря, других тренажеров и так далее для спортивных школ, которые перешли на новые формы работы. Так называемая спортивная подготовка по федеральным спортивным стандартам. И по этой же программе у нас, вот, например, в 2019 году заканчивали строительство ТИПСИ на Лермонтово-Торосо, вот этого ФОКО, физкультурно-оздоровительного комплекса. В этом году выделены деньги для завершения строительства еще двух спортивных учреждений. Это спортивный зал на Кедровой в городе Абакане и центр настольного тенниса. По памяти там... Зал борьбы, по-моему, еще хотели строить. Нет, это сейчас немножко не об этом. Пока вот на то, что выделены средства, вот эти 47 миллионов федеральных средств, ну, примерно около этого, в прошлом году у нас по этим двум программам тоже было выделено достаточно неплохое различное средство на различные вещи. В частности, вот вы знаете, футбольное поле в городе Абакане, 40 миллионов с дорожкой, которое... Будет оно все-таки? Да, конечно. То есть оно уже закуплено и передано городу. Осталось постелить. То есть подготовить площадку и постелить. Ну, это самая дорогая часть, насколько я знаю, поле не такое уж дорогое. Да нет. Поле 40 с лишним миллионов. Ого! Да, то есть это поле профессиональное. То есть настоящее, хорошее, футбольное, но искусственное, естественно, поле, на которое можно играть вплоть до команды мастеров там. А есть более дешевое поле, около 10 миллионов, которое было выделено. Вот эта цифра в голове крутилась, 10 миллионов? Нет, это Таштыпы. То есть это поле было выделено спортивной школе Таштыпы. И там оно уже постелено. Там остались мелкие штрихи довести, и оно будет готово. А в Шира у нас еще, по-моему, стадион то ли реставрирует, то ли восстанавливает? В Шира футбольное поле было выделено раньше. Оно там уже постелено. За счет собственных средств Ширинцы сделали 4 беговых дорожки по кругу, 6 напрямую. Сделали великолепные площадки баскетбольные и волейбольные. То есть в рамках одного стадиона это получилось? Да, да, да. И сегодня, ну, плюс отремонтировали трибуны. И сегодня, приезжая на этот стадион, там, ну, видишь, так скажем, сельскую сказку. Если говорить о профессиональных площадках, допустим, у нас в вершине Тёи есть потрясающая лыжная база, которая принимает соревнования уровня чемпионата России, первенства России. Но это же единичный случай, когда профессиональные сооружения для профессионального спорта у нас, или для спорта высоких достижений, лучше так обозначить, ну, есть только в вершине Тёи. Или есть где-то у нас еще в районах, может, чего я не знаю, где у нас есть вот такие профессиональные площадки? Ну, таких профессиональных, может быть, и нет. Ну, есть достаточно хороший, вот я опять же сказал, стадион Шара. То есть этот стадион, если бы сегодня построили в городе Абакане, то это было бы, ну, одно из лучших сооружений в городе. Ну, помимо комплекса Абакан. Говоря о спортивных сооружениях, я не могу не затронуть тему, которая в информационном пространстве возникла не так давно, касательно Черногорска. Есть здание, бывший рынок, крытый в районе автовокзала Черногорского, который в свое время рассчитывали передать Центру единоборств. В январе отторговали его для, назовем это условно, питейное заведение. И что вызвало общественный резонанс? Если можно так, в общих чертах, как это случилось? То есть, как мы потеряли это здание? Ну, питейное, наверное, заведение случайно выиграло. Просто у них деньги были. То есть, Центр единоборств тоже должен был участвовать? Да почему? Просто в свое время, когда поднималась тема, что сделать из этого рынка, восстановить как рынок, как торговую точку, либо спортивное сооружение какое-то. Был же проведен, вы помните, опрос в городе Черногорске, согласно которому приняли решение передать под спортивный зал. Под зал дзюдо, в частности. Люди, которые занимались вот этими вопросами, потом, построив рядом свой спортивный зал, ну и посмотрев, в каком состоянии находится это сооружение. Вот в прошлом году, когда пришел работать в этой должности, у нас, естественно, сразу стал вопрос, что с ним делать. Да, земля была, и земельный участок, и само здание было передано Министерству спорта. Это посоветовать со всеми спортсменами, в том числе и с черногорцами, в том числе и с дзюдоистами. Кому, собственно, и предполагалось. Для кого, собственно, и предполагалось, да. Значит, ну, в федеральный проект с этим сооружением не войдешь никоим образом. То есть, а почему? Ну, потому что нет таких программ, которые будут у нас старый рынок превращать в спортивный зал. То есть, само здание по себе не подходит под эти цели? Ну, во-первых, оно не соответствует критериям спортзала. То есть, там, ну, если видели, то есть, это приспособленное помещение все равно будет. И под это никаких денег невозможно получить от федерального центра. Поэтому собственных средств, естественно, их не найдешь. Ни в городе Черногорске, ни в Хакасии. Поэтому уже в прошлом году было принято решение, причем коллегиальное, о том, что мы возвращаем этот земельный участок вместе с имуществом. — Собственность города? — Собственность республики. — А, республики. — И республика уже вольна распоряжаться, как считает нужным. — То есть, а были какие-то договоренности при этом с властями? Приоритет на кому предоставить эту землю? Или как ее торговать? — Почему? Мы отдали и все. То есть, для спортсменов она не нужна. Конечно, там все хорошо. Если вот так вот на картинке нарисовать, что могло бы быть? Ну, могло бы быть, если бы было на что. — То есть, проще говоря, помещение не подходит под цели спорта, да? То есть, организовать там спортивное какое-то сооружение, условно. И поэтому его отдали на баланс республики? — Нет, не только поэтому. То есть, если бы у нас были собственные средства, мы могли бы, конечно, из него превратить там спортзал какой-то сделать. Но за тем, чтобы с этим спортзалом попасть в реестр всероссийских спортивных сооружений, были бы вопросы. Потому что нужны определенные параметры, определенные требования. Высота, какие помещения нужны для раздевалок, душевые кабины и так далее. Все это нужно было переделывать там. Потому что там не было же места для раздевалок. — И просто так его там не построить, я правильно понимаю? — Нет, там требовалась переделка существенная. Это приличные деньги. Дешевле было построить, чем вот... — И в итоге в курсе ли вы, что сейчас будет с этим помещением? Я, насколько знаю, отказался... Организация, которая выиграла Торгена, отказалась от этого помещения. И сейчас, получается, ВОС или не там? То есть, опять он бесхозный, опять никому не нужен. И что теперь с ним будет? — Ну, я думаю, будут объявлены новые торги. — То есть, центр единоборств, проще говоря, уже это помещение не увидит? — Думаю, да. — А будет ли как-то решаться вопрос, куда пристроить-то в итоге ребят? — А кого пристроить? Они и так пристроены. У них есть место для занятий. Они хороший спортзал построили, там, на собственные средства. Там хороший тренажерный зал. Конечно, еще бы один не помешал, но... — То есть, это просто был вопрос расширения для них? — Конечно, конечно. — Ну, будем надеяться, что примут власти правильное решение, как распорядиться этим помещением. — То есть, если город возьмет себе и начнет строить, то, я думаю, никаких возражений не будет. — У нас сегодня в гостях был министр спорта Республики Хакасия Владимир Константинович Кретов. Большое вам спасибо, что вы к нам пришли. И я уверен, вы с нами провели отличное время. — Чаще приглашайте. — Обязательно. Дорогие друзья, всего вам доброго. — До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok